Привет, мои дорогие любители маникюра, с вами Наташа Ча, и сегодня мы тестируем пленки для педикюра. В обзоре участвуют два бренда, это Эми Нейлс и Киса Стикерс. В наборе у Эми Нейлс 33 пленки, а его стоимость составляет 500 рублей. Киса Стикерс я покупала на Вайлдберрид за 300 рублей, здесь 25 пленок. Обратите внимание на то, что у каждой пленочки с двух сторон вырезана разная форма кутикулы, и это очень удобно. Я уже пробовала эти марки, и могу сказать, что у них эластичные тонкие пленки. Давайте теперь подготовим их и посмотрим, как же они клеятся на ногте. Буду экспериментировать, естественно, на себе, мне уже сделали педикюр, сняли покрытие, буду клеить пленки на голые ногти. Обезжириваю и далее меряю ширину ногтя при помощи специальной линейки. А линейка, кстати, из пленок от Provocative Nails. Конечно, при работе с клиентами лучше использовать специальные ленты, потому что мерить всем ногтем одной линейкой не совсем гигиенично. Подбираю пленку нужного размера, как видите, у Эми Нейлс большой выбор размеров, но и если вы не найдете ничего подходящего, то всегда пленку можно подрезать. Переношу пленку на апельсиновую палочку. Обязательно смотрите, чтобы она была наклеена ровно, для того, чтобы потом было проще ее фиксировать на ногте. Располагаю ее максимально близко к кутикуле и далее проверяю, чтобы пленка доходила до боковых пазух. Если все в порядке, можно прижимать и разглаживать ее либо апельсиновой палочкой, либо специальной силиконовой кистью. Далее немного растягиваю пленку и прижимаю ее к боковой стороне. То же самое делаю и с другой стороны ногтя. В области синуса пленка немножечко ложится на кожу и я аккуратно подрезаю ее при помощи ножниц. На своих ногтях я отрезаю пленку, не отклеивая. Ну а на ногтях клиента я бы немного приподняла край пленки и затем бы его отрезала. Разглаживаем и натягиваем пленку в области свободного края, расправляем все мелкие складочки. Это очень легко получается сделать. Ну а потом пленку можно аккуратненько срезать при помощи ножниц. После этого свободный край опиливаю для того, чтобы он получился ровным. Несмотря на то, что я клею пленку сама себе, это не совсем удобно. Могу сказать, что с ней достаточно легко работать, она хорошо ложится и самое главное не образует складок. На втором ногте я специально взяла пленочку поменьше для того, чтобы вам показать, что ее можно доклеить. Здесь я не выбираю орнамент, как видите он отличается по цвету, просто потому что я потом буду сюда фиксировать поталь. В любом случае пленки можно вот таким образом собирать из частей, если нет подходящего размера и все это тоже будет хорошо держаться. Ну а вот что у меня получилось, это промежуточный результат и сейчас необходимо его зафиксировать. Для начала наношу топ с липким слоем, потому что на него потом буду клеить поталь. Для этих целей подойдет и база. Самое главное проверяйте, чтобы она была эластичная и наносилась тонким слоем, так как это очень важно на ногах. Поталь здесь будет очень хорошо дополнять каменную текстуру и к тому же ей можно закрыть какие-то мелкие недочеты. После полимеризации я наношу второй слой топа. Ну а если вы работали с базой, то конечно же вам стоит выбрать такой же эластичный топ. Обратите внимание на то, что каждый слой я наношу тонко и не делаю выравнивания. Ну а вот что у меня получилось. Могу сказать, что пленки и минейл склеются легко. Также из плюсов я отмечу большое количество дизайнов и большой выбор размеров в наборе. Теперь переходим к следующей марке. Здесь я также измеряю ширину ногтевой пластины и затем начинаю подбирать размер. У меня здесь есть два варианта, либо пленка поменьше, либо побольше. Естественно я выберу более широкую пленку и просто подрежу ее до нужного размера. Подрезаю пленку, конечно же не отклеивая ее от основы и после этого также формирую область кутикулы, делаю правильный скос. Ну что ж, теперь будем наклеивать пленку. Здесь последовательность будет абсолютно такая же. Сначала фиксирую ее в области кутикулы, затем начинаю растягивать по боковым стеночкам и я могу сказать, что эта пленка тоже отлично тянется. Я специально делаю это так достаточно активно, тяну ее в разные стороны, смотрю предел ее возможностей, но тем не менее она ложится очень хорошо и не образует складки. С одной стороны, как видите, ее необходимо подрезать. Делаю это немного отклеив пленку для того, чтобы не поранить кожу. После этого можно обрезать свободный край. Здесь я это сделаю пилкой и после еще раз разглажу пленку и проверю, чтобы не было никаких складок. С этими пленками, как вы видите, тоже очень комфортно работать. Они легко клеятся, несмотря на то, что я их пыталась по-всякому тянуть. И вы видите, здесь есть небольшой недоклеенный участок. Также будем его сейчас восстанавливать, тем более, что у меня есть тут небольшой кусочек. Приклеиваю, отрезаю и здесь все готово. Потом зафиксируем все топом и, конечно же, этот небольшой переход просто не будет виден. Решила еще на одном ногте показать, как ставятся пленки. Здесь все происходит, как видите, очень быстро. Тем более, что здесь уже ногтевая пластина значительно короче. Поэтому здесь установка занимает буквально меньше минуты, как мне кажется. Сейчас покажу вам, какой результат у меня получился. Могу сказать, что с этими пленками также очень легко и комфортно работать. У них тоже достаточно неплохой выбор дизайнов. Что касается размеров, то, конечно же, на листе их поменьше. Но, как видите, в крайнем случае можно немножечко подрезать. Фиксирую все при помощи топа без липкого слоя Top & Go. Как мне кажется, на ногах, в принципе, достаточно только покрытия топом. Не надо дополнительно наносить базу. Просто в первом случае я работала с поталью, и мне нужна была вот эта липкость. Ну, а здесь одного слоя более чем достаточно. Ну, а вот что, собственно, у меня получилось. Смотрится, мне кажется, очень хорошо, и мне нравится результат. В заключении могу сказать, что пленки – это оптимальный вариант для педикюра, потому что покрытие получается реально очень тонким. По времени это столько же, сколько гель-лак. А если вы уже умеете ставить пленки, то, мне кажется, и быстрее. Ну, и плюс к этому у вас уже получается готовый дизайн. Спасибо.